Если у вас в жизни все плохо, приходите железо, потягайте. Он знает лекарства от депрессии и неудач. Рецепту тренера Александра Перминова следуют многие первоуральцы. В этом спортзале он собрал разношерстную компанию. Тут и заслуженные спортсмены, и те, кто только начал качать мышцы, и даже девушки. Как говорят, в качалку к Васильичу или к дяде Саше ходит около двух сотен человек. Именно сюда, потому что притягивает харизма тренера. Душевный хороший человек. Просто приходишь на тренировку, как будто не заниматься, общаться с друзьями. Он просто как-то так все свел, что все тут дружат, все занимаются хорошо. Сюда приходят те, кто готов работать над собой. Как говорит Александр Перминов, его задача следить и контролировать правильность выполнения упражнений. Сейчас он помогает другу подготовиться к соревнованиям. Андрей Павлов приседает со штангой весом в 190 килограммов. Говорит, это мало. Результат нужно еще подтянуть. Главное, рядом крепкое плечо друга. Мы вместе, кстати, занимались с Александром Уколотова. Вместе бегали. И все на тренировки на другие. В церковном занимались вместе. Друг друга знаем уже давно. То есть, ну, примерно с детства. Такого юношества можно сказать. В те времена еще не было интернета, поэтому у молодежи были другие увлечения вместо онлайн-игр. Мы даже во дворе заливали, аккорд делали сами. Заливали, играли в хоккей. Кстати, там сам я научился кататься на коньках. Потом, глядя на нас, и в других дворах стали. И потом уже стали какие-то команды, соревнования какие-то делали даже там. Но он не только играл в хоккей. В былые времена он занимался и самбо, и баскетболом. Но как магнит притянуло железо, говорит Александр. Чего только стоила такая фигура в его тагоды. Прежде всего, в железной воле. Она проявилась тогда, когда он служил во флоте. Он и там смог найти средства, чтобы заниматься. Там была у меня одна гиря, две гантельки. Почему-то откуда-то один диск на 20 килограмм. Ну вот было такое у меня железо. Собрался все у корабля. В то время он вспоминает с удовольствием. Говорит, во Владивостоке в первый раз увидел море. С тех пор он уманит и часто снится по ночам. Александр рассказывает, что избороздил пару океанов и даже ловил рыбу у берегов острова Сокодры в Аравийском море. Надо одну какую-нибудь зацепить рыбку или на мясо. Попросить на камбузе мясо. Поймать хотя бы одну. Разрезают на кусочки и начинается. Крючки делали из гвоздей, потому что ничего не было. Как-то поймал вот такого морского окуня. После службы Александр устроился работать электриком на завод. Потом нашел себе хобби. На самой заре пауэрлифтинга решил накачать себе мышцы. И пошел в спортзал на вайнера. Так постепенно получилось, что я вроде как организовал их там. То есть стал у них старшим. Сделали ремонт. Стали покупать какое-то оборудование. Сами делали его. С тех пор хобби стало работать. Тренируя, Александр Перминов успевает и другими делами заниматься. Ведь он на все руки мастер. Особенно гордится тем, что участвовал в создании мемориала, где в день ВМФ встречаются ветераны флота. У Александра подрастает сын. Для него папа-премьер. Уж он-то может рассказать, кто такой настоящий мужчина. Это мужик-воин. Настоящий мужчина. Который может постоять за свою семью, за свою страну. В то глубокие руки шире, не спешите, три-четыре. Бодрость, духа, грация и пластика. Обще укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Обще укрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. Александра Поддубна и Сергей Шемид, НТР-ТВ.